В эти дни в Чебоксарах собрались представители региональных потребительских союзов страны. Кооператоры провели расширенное заседание и посмотрели, как работает потребительская корзина в нашем регионе. Общая тема звучит так – новая кооперация – основа развития малых городов и сел. До пленарного заседания гости побывали в логистическом центре Чувашпотребсоюза и Маргаушском районе. Тур для представителей региональных потребительских союзов страны начался, можно сказать, с мозга Чувашпотребсоюза – логистического центра в Чебоксарах. Именно отсюда товары уходят в тысячу магазинов в самых отдаленных деревнях республики. Еще пять лет назад на доставку продуктов уходило несколько дней, после того, как складские процессы автоматизировали около суток. Нужно было запомнить, где находится каждый вид товара. То есть нужно было выискать по всему складу. Сейчас за человек это делает программа. Раньше мы работали, все вручную делали, приходилось все считать, записывать, пересчитывать. Сейчас такого нет. Мы сейчас просто подходим к любой ячейке и аппаратом сканируем ячейку, и сразу нам выдает и название, и количество, и какой там товар содержится. Следующая точка – комплекс деревни Калай-Косы. Здесь местные жители могут купить все – от продуктов до сантехники. Кроме того, так как комплекс стоит на федеральной трассе М7, водители могут здесь поесть, отдохнуть в гостинице или даже постирать одежду. В Москве-Косах в системе потребительской кооперации открыли аптеку. Раньше жителям приходилось ездить за лекарствами в районный центр или даже Чубаксары. Я часто хожу сюда, куплю лекарства от давления, от инсульта. Если вот дорогие лекарства сегодня не будет, закажем, уже завтра будет. Рядом магазин, а еще швейный цех, основные направления которого – постельное белье, спецодежда и мелкий ремонт. Таких услуг в Москве-Косах раньше не было. Но мы очень удивлены в хорошую сторону вашим пребыванием потребительской кооперации в таком прекрасном состоянии. Столько почерпнули нового. Даже вот рядом находятся два предприятия. Для нас это, в общем-то, редкость. Хлебокомбинат Большесундирского райпо работает с 1965 года. Его продукция хорошо знакома жителям не только Маргаушского, но и многих других районов и столицы республики. Каждый день мы выпускаем до 30 наименований хлебобулочных изделий, до 20 наименований кондитерских изделий. В среднем за сутки выходит до 100 наименований. Одна из главных отраслей потребительской кооперации – заготовка. В заготовительном комплексе села Большой Сундырь у населения принимают молоко, картофель, ягоды, лекарственные травы. А у близлежащих магазинов – картонные коробки из-под товаров в качестве вторсырья. Из них изготавливают тары для продажи яиц. Характерен очень толковый хозяйский подход, когда заметно становится то, что потребительская кооперация живет интересами тех территорий, на которых она проводит свою деятельность. Не везде так, как у вас. Ольга Пырочкина, Татьяна Раевская, Валерий Резюков. Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова